Дорогие друзья, с вами Николай Михальчук, это Niko Basket News. Этот ролик будет состоять из двух частей, потому что первую часть, которую я записал специально для вас, она не попала в фокус, к сожалению, такое тоже бывает, но будет первая часть и вторая часть, но все будет интересно, так что оставайтесь, пожалуйста, со мной. Поехали! И первая новость, это, конечно же, Единая Лига ВТБ. Посмотрел я очень интересную передачу вчера, где была Элона Корстин и Сергей Быков в гостях у Матч ТВ. Мне показалось по результатам этой передачи, что Единая Лига ВТБ, офис Единой Лиги ВТБ пока сейчас не знает, как проводить будущий сезон Единой Лиги ВТБ. Ситуация очень сложная, но давайте посмотрим, что сказала, в принципе, Элона. С чем возвращается Илона? Вопрос к вам, как к руководителю организации. Какова готовность Лиги на данный момент возобновить вообще все? Лига со своей стороны готова начать сезонно. Мы провели совет Лиги, мы проверили всю финансовую состоятельность наших клубов, получили от них бюджеты. Кстати говоря, раскрытие бюджетов будет 15 сентября. Традиционные. Да. Как Новый год, все ждут. Естественно, да. Потому что мы открытая Лига, мы совершенно прозрачные и показываем все наши траты, доходы, расходы. Тем более, что все, что мы получаем, мы тратим на проведение организации нашего соревнования. Естественно, мы следим о том, что сейчас происходит в регионах, что происходит в странах-участниках Единой Лиги ВТБ. И, естественно, следим за тем, что говорит Роспотребнадзор. Это касается в России и такие же организации. Но у нас есть еще КАСПотребнадзор, Белпотребнадзор и Полпотребнадзор. Мы обязательно после, через некоторое время об этом поговорим, потому что все равно пока ясности нет. Да, границы закрыты. Можно полететь в Танзанию, но мы с вами говорили, в Танзании, к сожалению, нет клуба Единой Лиги. Также Сергей Кущенко высказался по этой ситуации. Давайте послушаем, что он сказал. У нас, знаете, каждый день какие-то оперштабы, каждый день сборы информации по странам и клубам, регионам, где играют наши клубы, для того, чтобы понять ситуацию. И, надеемся, к 20 сентября у нас будет алгоритм, по которому мы все-таки начнем играть. Вот мы же на футбол смотрим с вами, да, заболевает один игрок, сразу, понятно, все, кто с ним контактировал, должны сразу быть взяты на тест и сидеть на карантине. Вот, например, там главный тренер ЦСКА Итудис переболел. Понятно, он такая фигура, наш там клуб российский фаворит, да. Сразу обращаю внимание, как вылечиться, как семья, с кем контактировал для того, чтобы там понять, ну вот, когда он приедет в Россию. И он приезжает, и все равно сейчас даже многие игроки приехали, и они сидят до сих пор на карантине, чтобы усидеть эти 14 дней для того, чтобы начать заниматься. Игра без зрителей, игра со зрителем, в каждом регионе отдельно. Сегодня есть регионы, где вообще массовые спортивные мероприятия запрещены пока, где мы играем. А есть, где уже по 50% можно пускать. Я думаю, что если мы, надеюсь, начнем баскетбол и все-таки будем двигаться по календарю, мы увидим просто один из лучших сезонов Лиги ВТБ. Я надеюсь. В основе, в принципе, всего того, что мы услышали, можно сказать, что пока ковид, международная ситуация, ситуация с границами очень сложная, и решения у Единой Лиги ВТБ по сезону единого нет. Особенно вокруг иностранных команд. Будем ждать. Я думаю, что через пару недель ситуация будет более очевидная, более ясная. Новости Национальной Лиги Республики Казахстан. Михаил Карпенко, в прошлом главный тренер баскетбольного клуба Астана, а также национальная сборная Казахстана, возвращается в Каспий. В Каспий строят очень симпатичную команду. Видны амбиции и видно, что эта команда вернутся в погоню за медали. Понятно, Астана это явный фаворит. Я думаю, никто с Астаной бороться не будет. Подписание очень и очень хорошее у Астаны. Вчера они объявили, что они подписывают латышского большого игрока Мартинса Мейерса. Мартинс Мейерс, да, я думаю, правильно сказал его имя. Очень хороший игрок, очень хорошее подписание. Здорово он смотрелся в Единой Лиге ВТБ, когда выступал за команду Красноярск. Неоднозначный сезон был у этого игрока в прошлом сезоне в команде Будуч. Там он играл около 10 минут, всего лишь набирал около 6 очков, немного подборов делал. Но я уверен, что Эмиль Райкович его раскроет по максимуму. Не будем забывать, что именно у Эмиля Райковича заиграли такие игроки, как Гроссел, как Ристич. Те игроки, о которых никто особо не говорил, но именно в Астане они стали звездными. Я думаю, в случае с Мартинсом Мейерсом произойдет тоже хорошее приобретение, солидное приобретение. Зная всех трех новичков команды Астаны, можно смело сказать, что именно баскетбольный клуб Астана это главный фаворит в борьбе за титул Национальной Лиги Республики Казахстан. Непонятно, что творится у Барса из Атырао. Надеемся, что вскоре они дадут информацию о своих новичках. Скоро узнаем из состава Алматы, Легиона. Баскетбольный клуб Тобол также опубликовал свой состав. Никаких там новых имен нет, но и легионеров нет. Я думаю, что, наверное, кого-то из России все-таки возьмут, чтобы усилить состав. Если судить по составу, да, у них есть опыт, да, у них есть какие-то имена, которые в Национальной Лиге смотрятся очень неплохо. Звезды Национальной Лиги. Ну, Антон Быков, к примеру, Максим Ваейков, Константин Двир. Все понятно. Они могут, умеют играть эти ребята, нет вопросов. Но смогут ли они побороться за медали с этим составом и когда Каспий так сильно усиляется? Тут есть вопросы. Давайте мы обсудим Национальную Лигу, когда у меня на руках будут все составы. Я примерно прикину, где будет стартовая пятерка, кто будет сильнейший, выходя из скамейки. Об этом мы сделаем отдельный выпуск. Я думаю, многим он будет интересен. Ну, а сейчас я беру в руки свой смартфон, чтобы открыть ваши вопросы. Огромное спасибо за то, что вы задаете вопросы. Мне это очень приятно. Конечно же, вопросов не так много, как хотелось бы, но они есть. Поехали. Когда наши игроки, такие как Майдейкин, Эль Кали, перейдут со статусом в многообещающие? Спасибо за вопрос. Ну, когда? Я не знаю, когда. У нас в Казахстане все игроки, которые что-то умеют, они всю свою карьеру перспективные. Ему уже 35, он все равно перспективный. У нас такая традиция. И я могу даже себя поругать за это. Я помню, когда я комментировал матчи баскетбольного клуба «Астана», я всегда называл и Макса Марчука, и Руса Мурзагалиева перспективными ребятами. Им уже там 25, 26, 27. Я все равно их называю перспективными ребятами. На самом деле, кроме шуток, все зависит от самих парней. Самое главное для них это поверить в себя и реально поверить в то, что через тяжелый труд, через каждодневную работу они смогут постепенно заработать какие-то игровые минуты на высоком уровне, на единой лиге ВТБ. Пока на данный момент я думаю, что единственный конкурентоспособный игрок на уровне единой лиги ВТБ, тот игрок, который может приносить пользу, который реально, возможно, смог бы заиграть в других командах, это тот игрок, который ушел в Уфимец, это Александр Жигулин. В свое время, когда Антон Пономарев играл, Антон Пономарев был, наверное, Рустам Ергали был, Анатолий Колесников. Вот эти ребята, они все были конкурентоспособны. После этого Макс Марчук, Рус Мурзагалиев, Майдейкин, Айт Кали, Дима Гаврила, это все очень хорошие игроки. Но нужны ли они другим командам единой лиги ВТБ? Вот тут самый большой вопрос, это вопрос конкурентности. Конкурентны ли наши игроки на самом топовом уровне? Но не будем забывать, что единая лига ВТБ это очень высокий уровень, и быть конкурентноспособным на таком высоком уровне, это сложно. Тут не только хорошая работа, да, трудолюбие, но также наличие таланта и наличие очень высокого баскетбольного IQ. Вот это все вкупе дает возможность игроку прогрессировать, дает возможность игроку получать игровое время и приносить пользу. Посмотрим, как у ребят это получится. Я им желаю успеха, они талантливые ребята, но нужно работать, работать, слушать тренера, верить в себя. Самое главное это уверенность. Если есть у игрока уверенность, это уже половина успеха. Следующий вопрос, это у нас двойной вопрос. Послание нашего президента, думаю, не повлияет на ВТБ и Астану. Что будет с баскетом в связи с заявлением Такаева, что спортклубы не будут финансироваться? Очень сложный вопрос для меня, ребята. Я ничего не могу сказать. Вы многие знаете, что я в Казахстане не живу уже 2 года, больше 2 лет. Заявление я это слышал. Я много раз в своих подкастах, видеоподкастах говорил, что со временем ситуация поменяется. Со временем бюджетное финансирование с клубных команд, оно уйдет. Потому что на данный момент это бюджетное финансирование. Финансирование мало чем подкреплено. Нет молодых игроков, нет много зрителей, нет трансляций местного чемпионата. Много вопросов, куда и на что выделяются деньги. Команды профессиональные нужны в 100%. Нужно молодым игрокам куда тянуться. Но если молодых игроков нет, и они не приходят в клубы, да, и клубы их не растят. Сейчас такая ситуация, что многие клубы задумались и, конечно же, работают над своей молодежью. Но в любом случае, мне кажется, что постепенно вот это послание, это как такой звонок, да. Это уже было, это не первый раз. Много раз говорилось, да, политикам, что нужно менять вектор развития, деньги больше вкладывать в молодежный спорт, чем в профессиональный. Почему такие огромные деньги платятся регионерам? Почему существуют профессиональные клубы, когда нет результатов на международной арене, у сборных команд? Это все вопросы, они все были, они постоянно на повестке дня. Но я думаю, что наступит такой день, когда эти все послания перейдут в реальные действия, когда у профессиональных клубов не будет финансирования или будет частичное финансирование. И здесь, как я уже говорил, нужно к клубам быть готовым, нужно думать, как генерировать какие-то средства от спонсора, от продажи билетов, я не знаю, много разных путей. На данный момент, вот как я смотрю, да, я говорил насчет составов команд. Мало команд, да, Астана, Каспий, вот как я вижу, Топол, они публикуют где-то как-то свои составы. Ну, ребята, если мы говорим о болельщиках, да, кто-то подписан там на ваши соцсети, кто-то переживает, вы давайте какой-то контент, вы давайте информацию, чтобы было интересно за вами следить. Вы не работаете для себя, да, вы не работаете 12 игроков, директор, бухгалтер, и вы варитесь. Вы работаете для общества какого-то, болельщиков, да, чтобы потом кто-то пришел и сказал, ребята, а мы что здесь вообще делаем, кто у вас играет, какие результаты, что происходит, кто ваши игры смотрит, да. Вот эти все вопросы рано или поздно кто-то придет дотошный и их будет задавать. Вот тут нужно всем хорошо подумать и что-то решить, и как-то развиваться, идти вперед, чтобы было намного интереснее смотреть, переживать за свои команды. Тогда, возможно, и будут появляться частные клубы, я не знаю. Но пока, я думаю, все останется как есть. И последний вопрос, тоже два вопроса, они похожи, так что я отвечу вместе на эти два вопроса. Будет ли развиваться у нас баскетбол и развитие кастбаскета, что дальше? Ребята, ну я скажу так, что, конечно же, баскетбол будет развиваться. Без этого нельзя, он развивается, он есть, он идет и вниз, и вверх, и в сторону. Развитие по-разному, вектор этого развития. Но я, ребята, вам одно скажу, да, прожив два года в Новой Зеландии, проработав в Федерации Баскетбола Новой Зеландии, да, это, наверное, одна из самых успешных баскетбольных стран в Азии. Давайте будем равняться на Азию, не будем равняться на мир, не будем говорить сейчас о мировых результатах. Нужно поднимать школьный баскетбол, нужно вовлечение людей в баскетбол. Самое легкое вовлечение людей в баскетбол, это через школьный баскетбол, Когда у молодых игроков, молодых ребят очень много энергии, азарта Им это интересно, они этим горят Они готовы тренироваться 24 часа в сутки Им интересно играть со своими одноклассниками, ребятами из одной школы Представлять свою школу, бороться с другими школами Какие-то зарубы там, национальные, областные, городские Вот это нужно поднять Вот в этом есть секрет успеха Потому что потом у вас будет очень много людей, которые любят баскетбол всем сердцем Переживают, таланты какие-то поднимутся откуда-то Их будет легче выявить, притащить в профессиональные клубы Но если у нас не будет этого, тогда баскет расти глобально не будет Он будет идти вверх, может быть появится какой-то парень, как Саша Жигулин, как Антон Пономарев Как Рустам Ергали А может быть и не появится Результаты дать будет очень сложно на азиатской арене Если у нас не будет массового школьного баскетбола Единой системы, где все играют Где все вовлечены Где есть у команды школьный хороший тренер Который на какой-то ставке Вот это все нужно продумать Я думаю, именно школьный баскетбол Это ключ к успеху национального баскетбола Да, росту национального баскетбола Росту популярности этого вида спорта В Новой Зеландии только так Весь баскетбол, который есть в Новой Зеландии Он весь идет в школу Есть частные школы, где есть огромные залы Где есть тренер, который сидит на очень хорошей зарплате Где есть возможность приглашать игроков со всей Новой Зеландии По сути, это как спортшкола Но таких здесь школ В каждом крупном мегаполисе 3-4 И где-то регионально есть тоже таких школ 5-6 Так что мы говорим на всю страну Наверное, 12 сильных баскетбольных школ Они обычные частные школы, где учат детей уму-разуму Не со спортивным уклоном Но там есть сильные команды, там есть постоянные тренировки Тренировка раз в день, 5 раз в неделю И постоянные игры, постоянные игры на хорошем уровне Я думаю, что вот это ключ к успеху Это ключ к успешному развитию баскетбола Я думаю, в любой стране Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы сегодня были со мной Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал Очень много интересного про баскетбол Не только казахстанский, международный баскетбол Я много раз уже об этом говорил Подпишитесь, поддержите меня А также оставьте комментарий, если вам понравился этот выпуск Спасибо и до новых встреч, друзья